Архангельский железнодорожный вокзал ждет масштабные перемены. На полях Арктического форума между правительством региона и представителями РЖД было подписано соглашение о сотрудничестве, предусматривающее полную модернизацию материального комплекса станции Архангельск-Город. Реконструкцию вокзала планируется провести в два этапа. На первой стадии изменится прилегающая к нему территория, появятся новые стояночные и парковочные места, будет пересмотрена схема движения общественного транспорта. Во вторую очередь проведут модернизацию объектов самого железнодорожного комплекса. Вокзал станет соответствовать нормативам по транспортной безопасности и будет доступнее для людей с ограниченной мобильностью. Завершить реализацию проекта планируется к концу 2019 года. Мы на условиях софинансирования договорились о том, что в ближайшие полтора-два года будет сделано обследование вокзала, будут проведены проектно-изыскательские работы, разработаны ТЗ и выполнено проектирование с точки зрения того, что сам вокзальный комплекс, я надеюсь, преобразится. Основной темой большинства тематических площадок прошедшего арктического форума был человек в Арктике. Несмотря на суровые климатические условия, Арктика может и должна стать территорией благоприятной среды обитания. На одной из площадок встретились медики, ученые, законодательная власть и бизнес. Взаимодействие всех этих сторон в сфере охраны труда необходимо для сохранения человеческого капитала. Так, например, в отрасли строительства Архангельской области показатель профессиональной заболеваемости почти в два раза выше среднероссийского и составляет 2,5 случая на 10 тысяч работников. Но опыт крупнейшей в регионе компании-застройщика «Аквилон Инвест» показывает, показатель профзаболеваемости можно свести к нулю. С 2014 года среди работников холдинга «Аквилон Инвест» не регистрировалось случаев профессиональных заболеваний, в том числе и потому, что в условиях севера компания стремится использовать самые передовые и безопасные технологии при возведении жилых комплексов. Мы со своей стороны, как застройщики, в эту тему привносим, я считаю, что в первую очередь и новые технологии по строительству жилья именно на севере. Мы отказываемся, в частности, от панелек, от силикатного кирпича, например. А это очень важно для того, чтобы наши все же жители проживали так, что у нас суровые условия проживания, чтобы они жили комфортно. Министр образования и науки России Ольга Васильева побывала в Архангельском морском кадетском корпусе. В рамках своей работы на форуме «Арктика. Территория. Диалога» глава образовательного ведомства нашла время для детального знакомства с одним из уникальных учебных заведений Поморья. Морской корпус был создан в 2010 году. Спустя пять лет он получил статус ресурсного центра по развитию кадетского образования нашего региона. Его методики работы с детьми уже используют другие школы. Учебная программа тоже особая. Среди уроков строевая и огневая подготовка, много практических занятий. Выпускники кадеты продолжают свое образование в 16 высших военных учебных заведениях страны. Меня поразила сама атмосфера, которая здесь царит. Я думаю, что это заслуга, прежде всего, педагогического коллектива. Я думаю, что педагоги и руководство кадетского корпуса предлагают все усилия для всесторонней подготовки курсантов. И, конечно, одним из, на мой взгляд, важнейших компонентов является именно воспитательный процесс, воспитательная работа. Тот факт, какой процент поступает в лучшие военные училища страны, говорит о том, что качество подготовки будущего офицера здесь очень хорошее. Сегодня из Архангельска уедет основная часть гостей арктического форума. Погода будет летной, температура минус три, ветер северо-западный, четыре метра в секунду, день обещает быть солнечным, местами пройдет небольшой снег. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова